Хорошо, по поводу HFT и ГУИ у нас остались какие-нибудь вопросы? Ну вот, а никто не хотел идти на этот перерыв. Нет, то есть маркетинг только анонимно проверяется. То есть собственные заявки, стоп-заявки, которые, скажем, с биржи вообще не приходят, потому что они только в терминале или в проектовской системе, они отображаются и это контролируется или нет? Тот подход, который предлагалось, мы сравниваем данные, которые мы получаем. Вот что тестируем? Вы скажите, что? Нет, в том ситуации тестировалась анонимная биржа, представляемая биржа, анонимные маркетдаты. Естественно, можно улучшить путем как бы снифания, ордер-энтерика, трафика, фиксовывая, какой там есть, и, соответственно, инричи эту информацию с более детальными вещами. А как вы сравниваете состояние? Одно и то же состояние стакана можно повторить, да? И, допустим, оно повторилось в маркетдате 3 раза, а вы увидели в UI 2 раза. Как вы сопоставляете, чтобы дальше понять, дальше это идет корректно или нет? Мы читаем, мы стараемся делать так, чтобы каждый новый маркетдаты был более-менее уникальным. Например, мы можем увеличивать сайты, поскольку мы это делаем. Соответственно, раз они уникальны, то нам не нужно парить сайты. Можно еще раз перейти к вопросу со студентами и с моделью? Может, сейчас кто-нибудь рассказать? А, спиранты. Да, извините, а спиранты. Спиранты вон слева сидят. Что это за модель-то такая, догадыш? Это про мониторинг, да? Нет, это про модель-бейс. То есть, все-таки, что за модель, по которой генерируется... Это про дельфин, что ли? В качестве самой модели используется система, которая создана, которая используется как модель. Модуль-бейс-тестинг. Мы одинаково понимаем или нет? Для меня это автоматическая генерация тестов из модели. Теперь у нас есть модель с уверенностью системы. Мы берем эту модель с уверенностью системы. Мы берем реальную систему, с которой мы работаем. Мы пропускаем через них один и тот же поток событий. После этого модель начинает давать алерты по потоку событий. Мы берем этот поток событий, эти алерты и говорим, что на основе этого мы генерируем тестов из цена. То есть, у нас система реальная, должна выстреливать алерты в те же самые моменты, когда их выстреливает модель. То есть, это тестирование референсной функциональности. То есть, у вас есть система. Есть аналогичная как референсная система. Если бы у нас была какая-то система, и мы сказали, что наша система должна работать точно так же, как модель. А если у нас есть боевая система, мы создаем модель, а дальше, когда мы видим, что одна из двух систем выстрелила, а вторая не выстрелила, тогда мы говорим, что у нас либо модель неправильная, либо у нас неправильная система, которая сейчас стоит в продакшене. То есть, она является моделью. То есть, вы все-таки строите свою имплементацию системы и... В результате, модель это что? Это набор, последовательность заявок и последовательность алертов. Что такое модель? Она в каких-то... Код модели? Да. А, это код. То есть, это программа. Да, модель пишется. Она. Но она пишется независимо от того, что есть в самой СС. То есть, просто независимо написано по тем же требованиям? То есть, она может быть не одна. То есть, с другой стороны, она не является сама по себе СС. То есть, она не требует всего того же, что требует СС, которая стоит у клиентов. Можно потрогать? И камеру, пожалуйста. А на каком языке написана эта модель и какую у нас сложность? Ой, сложный, сложный. Да. Она написана сама на модельной части, а те куски, которые должны быть высоконагруженными, они сейчас приводятся на C++. То есть, те куски, которые будут непосредственно обрабатывать поток, прежде чем раздать его по корреляторам модели, они будут работать на C++. Сами корреляторы будут написаны на C++. Со счет чего она проще, чем реальная система? Со счет чего она проще, чем реальная система? а ее никогда не думали продавать как реальную систему. У нее никогда не было цели создать конкурента нашим дорогим заказчикам. Поэтому сам код и логика, и имплементация оказалась гораздо проще, потому что перед ней не стоит задача продаваться как система. Это ее делает проще. Наверное, сложно объяснить, почему она проще, но это основная причина. Разработка проще, чтобы проще использовать инструменты. А зачем вам переписывать нагруженные части на пылесах? Я правильно понимаю, что модель может работать и в 100 раз медленнее. Это не очень принципиально. А то мы возьмем данные до текущий день и скажем, что через 100 дней у вас будет цифра. У нас каждый день данные появляются в разных местах. Мы не можем проверять цена. Да. Мы не можем сделать так, чтобы она у нас через 100 дней выдавала. У вас идет реальный поток и туда? Мы можем взять поток, да. Их себе перенести. А его? Да. То есть вы ее эксплуатируете для параллельной лимбрификации, фактически, с лечения культуратных систем? Просто одна система подставляет цены, а другая система – это модель, которую мы делаем. Она представляет собой ценность только из тех соображений, что она может нам рассказать о той системе, которую мы тестировали. По поводу недетерминированного поведения, опять же, здесь пошла речь. Дело в том, что большинство современных трейдинговых активностей, они на первый взгляд выглядят, ну, точь-в-точь, как манипуляции ценами для рынков. Поэтому даже человек не всегда скажет, что это было. Это была манипуляция или случайное стечение обстоятельств. Вот. Поэтому логика того, что это манипуляция или это просто так сложилось, она все время адаптируется немного, чтобы это стекать настоящее нелегальное поведение от того, что является легитимной прейдинговой активностью. Поэтому, если, например, система модельная выдаёт ошибки, выдаёт о том, что что-то случилось, а настоящее не выдаёт, очень часто нужно посмотреть и туда, и туда, чтобы понять, что лицетки является более правильным. А кроме того, поскольку параметры всегда непрерывно адаптируются, то и гонять эти лицетки приходится достаточно часто. Я ещё хотела бы добавить, что бизнес сама отличная часть, она такая. А вот так. Держи интервью. Ваши биржи не терминируют. Наши интервью не терминируют. Акционы по рандому заканчиваются. Акционы по рандому заканчиваются. Вот так. У вас чёрная книжка по рандому матчества? Ну, а у нас, да. Ваши, ваши. Я думал, они вместе. Мы ничего сказать не могли. Да, разные люди есть. Некоторые люди сейчас ксовременно стараются ввести элементы защиты от хайп-реканс-трейдеров, в хотя дополнительные задержки, требуемые для стоящих абсеров, чтобы более честный рынок сделать. Ну, как бы, скажем, пословно, надо сказать. Сейчас как-то и... Про модель вы это ругали? Да, но терминологи. На мой взгляд, это не модель. Слово модель, её можно по-разному понимать, но модель-бейс, это именно когда у нас есть модель, как-то описано, ему понять, что-то генерирует. Вы по ней ничего не генерируете, поэтому модель есть, может быть, нет. Почему мы по ней не генерируете? Вы с ней сверяете, а что по ней генерируете? Мы по ней генерируете. А работа-то не есть модель ваша? Как вы генерируете араху? Модель у нас это система. Мы через неё вырубираем данные, и она нам говорит, когда нужно выставить алёты, когда не нужно выставить алёты. То есть она нам даёт проверочные условия. То есть мы генерируем ту часть тестов, которые, соответственно, мы генерируем проверки. Входные данные у нас в статке есть, мы их можем взять каждый день и купить в систему. Если у неё получаются нужные выходные данные. Но вот я не знаю, что скажут коллеги, на мой взгляд это всё-таки не модель ваша. Я предлагаю согласиться, что это вариант модель ваша. Следующий. Интересная тема. Это просто тема, в которой все инстинденты поставили на плюс 2. Аплодисменты! 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 Поэтому снова представляете Леша Дребене. А что, попробуй? Да. А, нет, ну... Нет, ну что значит, ты в Уни? Ну как бы... Спробно, да? Автор не знал об этом. Я не знал, что это должно быть. Что должно делать тысячи, да? Ну как бы... Да. Что мы делаем в нашей команде? Мы тестируем трейдинговые системы. Довольно много и довольно разные. И мы как бы... Иосиф был доклад на эту тему, который обсуждал вот увы, которые тестируют эти системы. И у нас была другая комплимента, она была ненаучная абсолютно, она была антинаучная. Которые мы обсуждали одну проблему, что из нашего опыта существует бесконечное число багов, или даже не багов, эффектов правой системы, которые всплывают только в очень сложных нагруженных ситуациях. Что буквально жизнь современной системы, и базы современной системы, они всплывают не тогда, когда все хорошо, и ничего пускай, и там кто-то поставил другое. Они всплывают, там укладывается какой-то ад, когда там, не знаю, какие-то тысячи непонятных трейдеров делают непонятно что, и как с этим жить тоже непонятно. Вот. И мы просто на нашем округе видим, что классический подход тестирования, который стоит в том, что мы берем ночь в дизу. Начинаем придумывать, как бы нам придумывать, как мы называем теорию всего, описывающую какие-то тест-кейсы, нужно и покрыть, чтобы все все пропустировать. Полная потенциальная идея. А мы начинаем думать так. Мы поставим один из этой стороны, мы пошлем другой из этой стороны, и с другой стороны, и смачивались, вот тест-кейс номер один. Дальше, 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 дальше. Умножаются на всякие айсберги, умножаются на всякие марки торгера, стоп-оргера и куча всего. Умножаются на всякие там, прости господи, милая торгера. И получается, получается такая бесконечная вселенная, в которой, естественно, никто не покроет. При этом, опять же, в нашем опыте, случаются такие системы, для которых, именно, простого, стрейкфорного, такого тестирования, тестеров, комбинаций, просто реально не оставшиеся. Просто, конечно. С другой стороны, мысль этого доклада была в том, что, есть другой паспорт, да? когда мы можем заседать, что логганжектором, и ждать, пока она упадет. Это уже самое. Запустить логганжектор, ждать, пока она упадет. Вот. И проблема в том, такого тестирования, что оно слишком, оно слишком, слишком, очень мало интересуется происходящего, в данный момент, биржи. Скорб-код. Мы просто генерим нагрузку, просто оцениваем лейтенсы, которые происходят в системе, и все. Мы не смотрим, что матчинг произошел правильный сценарий, мы не смотрим, что все события были каким-то образом доставлены, мы не смотрим, много чего еще. И, как бы, проблема была в том, что, это тоже недостаточно, потому что, они, значит, их какой-нибудь брокер пишет, что, может, я ожидал одного, под моего, торгового робота, а увидел немножко другое. в какой-то непонятной ситуации, с каким-то непонятным инвестициалом. И в результате было, как бы, в данных проблемах нужно, конечно, идти на следующий шаг. Тестирование, что, все это тестирование, которое мы делаем, и продолжаем делать. и гоняем их начальными днями, и они тоже находят кучу багов, но, как бы, надо сделать следующий шаг. Потому что, если мы сделаем следующий шаг, мы реально фейлин, как бы, направление багов, которые очень сильно жить мешают этим диржам, торговым системам. И, соответственно, в этот момент было сделано два шага в направлении. То есть, первый шаг был сделан в направлении. Это, вот у нас, когда система находится в состоянии задружившего конжектора, нужно более умно смотреть, а что же детально происходит. Там дальше начинается, как бы, то, что называется, мы начинаем строить свою суверенную систему, но это суверенность не для того, чтобы проверить, что участники рынка, которые ведут себя хорошо или плохо, это суверенность для того, чтобы проверить, а вообще там что-то буквально происходит в этот момент, или нет, что там, не знаю, там, не происходит ну, можно кучу, кучу условий, примеров провести. Причем, чем больше, чем дольше мы это делаем, тем больше там этих условий возникает, тем больше всяких вариантов нужно делать, тем больше, как бы, интересного всего этого. тем больше возникает цена. Это с одной стороны. И, как бы, это первая роль, что у нас начали писать какие-то десятки, даже двадцатки, а тулов, в частности, вот это вот, я, которая вам показывает, что это называется, она, как бы, из этой серии. Вот. А параллельно с этим мы начали делать, что называется, не роботы, да, что мы вызвали такой интерес у рецензента. вот, а мини роботы, это, немножко другая, она тоже пришла, как в моей жизни, она состоит в том, что, в современном мире, как бы, трейдинг осуществляется, от того, наоборот, вот это все знают, что понимают, да, и, естественно, все клиенты, которые, что-то жалуются, в бизнес, что-то не так, или с брокером, не важно, на самом деле, там, брокер, биджет, немножко два разных шага для, с точки зрения такого робота. Они, как бы, надо смотреть немножко, вот, это, наверное, такой бизнес-кейс, но смотреть немножко глазами этого робота. Чтобы протестировать то, что мы собираемся протестировать, нужно протестировать так, как это, нужно его попробовать использовать, как это делает, как бы, реальный, не знаю, кто-то, кто-то, так не знает. Соответственно, была изобретена, не изобретена, придумана вот эта вот, не модель, а программа, которая называется, мини-робот, который мы просто, на самом деле, ну, мы ничего такого умного, сверхумного не сделали, мы просто взяли, как бы, два API, order-end и market data, приглачили к нему, в джаву, а дальше пытаемся, дальше пытаемся придумать, это не для торговли, а для тестирования. То есть, понятно, что мы можем просто написать торгового робота, видеть, что торговый робот работает, ничего, его не прерывает на бирже, и закончить с этим. И это, как бы, все. Можно взять себя, по-моему, правильно протестировать. С другой стороны, наша задача стоит создавать, как бы, на бирже такие условия, ну, да, наши тесты, такие условия, которые приводят, как бы, уникновение вот этих вот правов, о которых я распинался, о том, что, как бы, которые возникают на границе, по-моему, такого, как бы, функционального, не функционального. ну, там, по-моему, как бы, там, рейс-кондишнс, там, там, просто, биржа, она настолько сложная, все эти системы, они настолько сложные, там, например, какой-нибудь, бывает, как бы, там, какой-нибудь условия, там, биржа контролирует поток заявок, она не пропускает заявок, если их там больше, чем 10 секунд, ну, значит, нужно проверить, у меня там все правильно работает. Не только то, что она будет заряжена, а то, что там, вот именно в районе, вот, тысяча одной заявки, все там, куча тест-кейсов, там, может быть, основка нового ордера, может быть, амен предыдущего ордера, может быть, конселяция, и дальше, опять, перемножаем это все на кучу вариантов, кучу опций с ордерами. И, соответственно, да, вот это, как бы, применение торговых алгоритмов, но, с взглядом, с точки зрения тестов, да, они, конечно, делают трейдинг, но для них, как бы, таргетом является не P&L, для них таргетом является, не знаю, какие-то характеристики, типа, количество, некое покрытие тестами, или, воспроизведение тех, которые нам нужны, чтобы мы, вот, ко мне приходит там, менеджер из биржи и говорит, что, а вы проверяли сценарий, когда вот какой-то там, не знаю, маркет-мейкер, немножко сошел с ума, вышел в суд, и начал, как бы, менять верхместовые заявки, потому, что, как бы, там это вызывает, минерации бесконечно начинают называть картировки, там наши марки, там, система для маркетинга, и для того, что вот, именно такие сценарии, можно как-то создавать, да, мы, вот, пытаемся, ну, наша картина, она была, ну, попыткой начать думать в направлении, чтобы, как бы, поделиться с миром, вот этими вещами, как бы, на самом деле, реальная вещь, она реально работает, вот, а, вот, ну, в сумме, делаем 100 роботов, каждый из которых ведет себя по-разному, и подсоединяем их к системе, чтобы проверить, как она работает, что она работает, когда к ней подсоединим, то, что мы это видим? Делаем. 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 Вопрос, а, следующий, где проверки? Проверки находятся внутри зами роботов? Проверки находятся при анализе локов? И так, идея в том, что есть ответ в обоих местах, что есть робот, он, как бы, смотрит, текущая организация, робот смотрит за собой, да, он независимый, ему, он пытает, выназначен, протестировать что-то, но при этом, не требует детерминированности рынка, он, как бы, смотрит на внешнюю ситуацию, и думает, что ему делать дальше, чтобы сделать его конкретный тест. Вот. Он сам проверяет, что ему ответ приходит правильный, он сам проверяет, что, то, что он делает, то, что он делает, вызывает ожидаемую реакцию, где-то возможность, да. А потом еще, действительно, система, которую мы называем, которая, потом, анализирует многие, как бы, вот эта улыба, которая была, они тоже, как бы, применяются, то есть, мы сочетаем, как бы, сами роботы смотрят за собой, на своем взрослении. А что значит, это видо данных имеет, робот доступ к данных, к марте, Сейчас роботы, они как бы, идентичны, как бы, робот, который, непосредственно, всем, всех, кто-то, он, он живет точно так же, как бы, ничего, инсайдерской информации у него нет. Но технических ограничений, у нас только, одним из следующих шагов, мы думали, что, действительно, сдать этому роботу, потом уже, опять же, есть роботы, дать ему доступ к, уже, например, в полугрыбе продавал, чтобы он понимал более детально, что происходит на роботу, где там, а, и, и, и прочее, прочее, прочее. Масса, в том числе, есть бесплатные, да, вот, и сайт, свои, бесплатные, которые эмулируют, это нормально, потому, нет, есть, бесплатные, там, ну, давайте, 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 делаем, маркетинг, а то, да, есть, там, я не знаю, там, требуется, нет, там, нет, там, первое, второе, они, конечно, настроены на, 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 隙, остались, смеетрики, а мы стараемся садеть. На одном, метрики, да, но это уже, наверное, вам действительно удобно написать свои 홍вапки, скажем, Есть такое модное слово мультиагент. То, что вы рассказываете, это мультиагенты подходы тестировали. Вы смотрели работу? Погублите просто. Это не перейдет мысль. Я не знаю, что вы найдете. Может быть, мы не найдем ничего, а может, мы найдем что-то интересное. Есть набор работ, которые пытаются стимулировать, как будет видеться рынок. Непосредственно пытаются стимулировать, как будет вести себя техническая система, против которой работает мультиагент. По крайней мере, я не нашел. Как я видел, это действительно работа. Как бы мы вам стимулировали? Давайте представим строителей агентов, которые поддерживают каким-то там уважением. Это понятно, мы смотрели именно в области трейдинга. А если тест применительно посмотреть более общую задачу, то не важно, что у нас. Или мультиагенты тестировали. И есть ли там что-то такое, что можно из этого общего сузить вам на бирже и даже какого-то из себя. Потому что, ну вот, на самом деле, одна из основных моих претензий ко многим работам, которые были трейдинг. И там даже Андрей Михайлович озвучил мельчание, что будет, если убрать от названия работ трейдинговый систем. То есть вот та же проблематика, но без относительных трейдов. Смотрите, видите, находите какие-то работы, сравниваете с ними. Да, если есть что-то похожее. Если нет ничего похожего, то значит и ваш результат более широкий. Но, скорее всего, что-то похожее есть. Тогда вы смотрите уже отличие там, и уже тут четко выделяется специфику вашей предметной области. Трейдинг – это такая предметная область, в которой вот этот общий метод надо специализировать там. Или там все решения не подходят потому что. И это важно не только для того, чтобы писать статьи, делать доклады. Это важно, потому что вы действительно можете обнаружить, что что-то есть, что вам не надо изобретать велосипед. И что, может, кто-то еще лучше продумал какую-то идею, и вы можете просто взять и у себя использовать. Своим предметом. Витя, к вопросу велосипедов. Расскажите нам о каком-нибудь шаблоне, где? Можете? Это велосипеды, конкретно. Да, конечно. Вот у вас есть такой продукт, называется «Селлкиш». Я так понимаю, что это на самом деле фейворд драйвен инструмент. То есть у нас просто есть несколько таблиц, таблиц у нас какие-то команды, с параметрами, какие-то ожидаемые результаты. Можно вопрос, а чем это отличается принципиально от другого или другого другого типа драйвен у вас? Ну вот, есть какой-то стол, который мы не знаем. А что нам нужно сделать для этого у вас, чтобы его подсоединить к произвольной бирже? Мы должны написать плагин? Ну, смотрите, на самом деле... То есть все, что он умеет, это бегать по рядам, вычитывать эти и вызывать вот эту таблицу. Ну, драйвиться это неинтересно, драйвиться там у лица и можем написать. Ну, вот я имею в виду, а что он ещё может, кроме бегания по рядам и вызывания функций плагина? Ну, вы это сами написали. Так вы-то это сами писали. Тогда... Собственность можно его брать в тул, который, к сожалению, мы нажали... 180 человек, потеряли к видению. Я хочу посмотреть на свой сорт. Тул, который мы используем. Не говорите про... 180 человек используют. Я хочу посмотреть на open-source, keyword-driven test, к которому прикручены 30 тренинговых протоколов, которые одновременно используют 180 человек. Ну, если такой есть, очень хорошо. Ну, вся идея очень простая. Как только от меня команда по сетированию требует какую-нибудь вещь, я её могу сделать, ну, если я сажусь, там, или ещё какой-то супердевелопер за час. Если она важная, если она не очень важная, там, допустим, монотерпить два дня, то значит её делать за два дня. Если что-то, то разбираться в чужом ходе, в не знаю, там, сколько строк, что... Почему-то у меня вот тут так не работает. Сколько у тебя это времени? Я вообще не могу цифры назвать. Нигде тут, где тут. Да, и система сейчас обслуживает третью платформу. Ну, почему бы нам думать, что инструмент, который написан где-нибудь, представляющий в опенсорте, что он окажется более пригодный, чем то, что написал Максим? Ну, мы любим больше. Нет, на самом деле мы очень любим опенсорс, как бы. Если мы видим публиотеку, что можно это, но именно чтобы она была в опенсорсе. Нет, просто, как я сейчас представляю, просто... Почему не работал? Я вообще очень интересно. Типор драйвера тестирования. Эта область совершенно абстрактная. Мы никакого отношения к подсветным трейдингам системы не имеют. Просто от самых основных брейнворков натизированного тестирования. Их готово существует в десятки. И не можно прикрутить в бейдрайвер абсолютно. В том числе и для фикс-пассов. На самом деле нет. Обычно они не подходят когда-то. Эта иллюстрация в тезисе о том, что... Но зачем это приобретать? Иногда его проще. Тогда я его ремонтирую. В следующий раз все остальное – аппетитный движок. То есть вот пример такой, на самом деле. Потому что именно, что обход этой несчастной саммадрицы и сопоставления, естественно, это ерундуный код. Это медиапод всего проекта. А вот все остальное – реализация протокола. Вы там же юзабилити проблему. Мы подумали о том, чтобы это купить. Но с юзабилити в этой штуке довольно серьезная проблема. И не только с юзабилити, и с обзорным использованием. С тем, что если что-то меняется, непонятно… Ну, в смысле, в системе, в системе может это что-то меняется. И непонятно, как не менять все сто пятьсот тестов. Ну, так там же вы тоже, если у вас поменяется что-то в протоколе, значит, вы будете менять по логинкам, будете… Ну, подождите, тестовые данные меняются. Меняются у вас же… Ну, то есть как раз вот эта матрица, она намного проще оказалась, чем какой-то DSL-плендвич, как бы… Мы, собственно, его никогда продать не хотели. Потому что он хорошо работает в умелых руках. Вот. Более чем довольны тем, как он работает в наших руках, где он нужен, всюду он не использует. Ну, соображение, безабильность и поддерживаемость, они, может быть, как бы, действительно основаны на каким-то действительно материале и драйоне, но… Я, как бы, хотел действительно показать, что… Турк эксплуатации три года, и он эксплуатации… Ну, да. Эксплуатации тащит систему, которая, там, сейчас, я имею в виду, отчасти и талон на рынке безжимых технологий, как бы… Пользуется им реально больше ста человек, и он реально живой, и так далее. То есть, может быть, он действительно не производит носки без потула, который готовит к продаже, и ходит сотни консультанты, которые, там, красивые презентации делают, но… То, что он не работает, и они… Ну, он не работает… В наших конкретных условиях он не работает, и не может так работать. Он неотчуждабельен, скорее всего… Он работает… Да, конкретно, что он неотчуждабель. Что же он писался под себя, и при наличии рядом разработчиков, который, там, за полчаса, если нужно какое-то обобщение, которое, там, не предусмотрено, да, или проинодализация, тот же сделает. Вот в таком режиме он прекрасно работает. Наверное. Но его, действительно, не имеет смысла… Это очень часто. Это очень часто. Это очень часто. Это очень часто. Странное соображение, что что-то, в вашем случае, не подходит, а, там, в случае, там, в пяти, или даже, в тридцати других рынках, оно прекрасно работает. Ну, то есть, как бы, это, действительно, просто странно. Вот так выглядит, как там, да. Там, в России свой путь там… Нет, 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 нет. Нет, нет. Нет, нет. Цель была не в этом же. Просто люди хотели пользоваться стулом, как бы, сами, как бы, без, ну, без поддержки внешне. Как бы, для этого, да, естественно, тот кор, который лежит там, там, может быть документация, собственно, там, может, много людей использовать. Естественно, он удобнее, как бы. Ну, то есть, да, в самом деле, он… Вот человек правильно сказал, у меня нечего, да. То есть, очень тяжело его сейчас отдать и пустить, чтобы не могли пользоваться другие разработчики и менять там что-то. Но, при этом, варенькие по странам, с пивы студентов, вполне себе, прекрасно справляют. Да. Как бы, не худо, причем… Да, достойчивые специалисты… С другой стороны, я не пойму, там, люди, как бы, разрабатывают систему, еще разбираться им вали там, из типичного хора этого, чтобы его прикручивать к степе постоянно… Нет, а я не… Ну, это, как бы, отдельно… Мы, собственно говоря, говорили, чтобы для того, чтобы держать, да, как бы, если бы написали свой тул, да, вы бы… Мы, там, говорим, я хотела, что вы бы бежали бы еще пять человек, да, чтобы его сопортить, в любом случае, как бы. Даже если вы возьмете этот топом-сос, то будет все равно бежать пять человек, чтобы его сопортить. Ну, не может такого быть, что тул работает… Ну, просто проще взять чье-то… Ну, в смысле, чужой, хорошо сделанный движок его расширить, это же, на самом деле, вот то, что вы… Да, это колесики, это крохотные колесики, но вот для нас, для нас, это все, что мы видим на самом деле, и все, через что мы работаем. Вот, и если там с этими колесиками они чуть-чуть квадратные, или спиц не хватает, то для нас это катастрофа, а для вас это… Вы можете в любом моменте что-то добавить, что-то… Если вы еще подходы, можете рассказать об этом, с твоим конференцией, вы можете рассказать, как вы все сделали, и как у вас все заработало. А мы вообще отказались об этом подходе. Вот надо вы? Для профессионального? А давайте заслушаем Дмитрия. Дмитрий, какие методы… Считается шаблонными. Не знаю. Безусловно, я был с удовольствием, вот сегодня услышал последний доклад по анализу видеопотока практически. Ну, я понимаю, что это неправильно, не совсем так сделано, но неважно. Это действительно был неожиданный ход. Я таким пока не стал, чтобы было какое-то новое слово. Не могу утверждать, что у нас есть какие-то, ну, совсем уж не шаблонные, чем-то принципиально отличающиеся от каких-то общих подходов к идее у себя. Мы используем здесь нагрузочное тестирование, функциональное тестирование, есть тул аналогичный, он построен в других схемах немножко. Мы любим очень, и у нас несколько тулонов построен в вашем груди сценарий с поддержкой соответствующей ИДЕ, в частности, которые на базе обеспечивают интеграцию нужных ДСМ. То есть, в частности, есть внутри двух, которые используются для тестирования всевозможных фикс-бэйс, которые полностью саппортят специфицированные отдельные фиксы в том, что это очень хорошо и так далее. Почему вы сами стали писать это, а не взяли что-то имеющееся? По-отому, что это неудобно. Почему это неудобно? Ну, потому что оно либо закрыто, либо, в принципе, неудобно сделано. Мы пытались использовать количество коммерческих инструментов, а они совершенно неудобно могут им построить наши точки зрения. Они построены для человека, который больше в спиртной области, но менее программированный. В основном у нас только те, которые нам достались, а у нас сейчас что-то появилось, а мы уже теперь не ищем, потому что у нас туда есть. я прекрасно понимаю, что сейчас, сегодняшний для нагрузочного тестирования нет проблем совершенно найти систему, наверное, которая, в общем, готова, можно способен. не у нас это начиналось примерно 10 лет назад, вот, несмотря на то, что в этот момент было, как парка идет, 9 лет назад была определенная система пунктов управляемых из единой точки не 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 знаю хотим большое текста не 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 а работа в вашем случае не опубликованы в сборнике в вашем случае вам там библиотека я не знаю, позволит она посылать вы же протокол не откроете интересно сам подход вы с одной стороны сказали что у вас не закрытый цикл с другой стороны вы сказали что у вас как-то идет корреляция и вот непонятно как она идет отдельный компонент давайте продадим нет они не продаются сколько лет сколько лет существует 4 года компания мы ни разу ни то ни другое не продали тем не менее не продавали не продавали зато на четвертую конференцию нам это спатьет поэтому мы особо не жалуемся вот что касается блок инжектора есть потоки которые отвечают за поток есть потоки которые отвечают за обработку данных есть центральный контроллер который перехидует от одних информацию к другим не останавливая основной пулемет который в это время работает а откуда полемет берет данный если пока мы не получили ответ значит он не должен быть поджиганным допускает пока что да там есть много ордеров как бы он обрабатывает все все равно там такая очередь которая более сложная а почему у вас протокол не протокольный ну не протокольный у нас вообще у вас на прошлой конференции на экстенте вроде очень много говорили о том что у всех бирж есть свои динарные протоколы нет а ну может а а а а а то есть у вас есть сетевой протокол теперь а не а но имеется ввиду два подхода либо вы даете или там жарник либо вы даете спецификации на протокол сами импультируете где угодно вот если даете спецификации на протокол мы можем создать любую нагрузку если вы даете нам либо свою дилерельку то больше чем нагрузку она может позволить ну то есть пропустить через себя мы тоже с помощью нее сделаем сейчас да вот если человеку со стороны вообще к ним не имеют никакого отношения но понимаю еще важность протокола и прочего вот московская биржа да на нее завязаны я так понимаю вы реально даете дилерельке написанные самостоятельно вами и другие должны быть пользоваться ну вообще говорю да ну так нет но это есть подход для меня для меня новость как бы в этой сфере а здесь несколько вариантов подключения в частности подключения через стандартный протокол X очень активно используем скорость конкретной цифры если дали назначить а почему бинарного протокола нет сетевого а только вы даже в ней в новой платформе все равно сделаем какую-то мегатеку и вот ученики говорят что это хардкор а жизнь говорит что половина я думаю имеется ввиду то что все все не да я думаю имеется все не да я а а а я я я я я вопрос я к этому вопросу я понимаю что поскольку может быть недопонимание с тем что есть а что нет случилось из-за обвинения то есть к форцу к срочке можно по фиксу подключаться можно ну то есть все 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 поддерживают может подключаться ко всем по фиксу тогда наверное так коллеги не совсем прав но они могли этого не знать но точнее фикс тестируем отдельно понятно на самом деле если у нас есть время я бы спросил так у нас называется круглый стол не шаблонные методы тестирования а вот как насчет шаблонов что работает что не очень хорошо работает вот допустим то что мы слышали вчера там всякая формальная верификация кто-нибудь пробовал ее применить там если да то какие результаты не слышал вообще что формат редфикации кто-либо кто-либо применял тестирование черного это форума 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 это противопоставление это другой нельзя ее применить тестирование либо либо вместе но нельзя одну в другом применить нет но на самом деле это не правда что ее не применяют хотя опыт применяя конечно не знаю на 5 порядок меньше чем могут тестирование но задают и естественно меньше но результат все равно лучше вводила пока мы не дошли не дошла наука и реализация до той степени можно было использовать в промышленном масштабе везде но есть области в которых так иначе не применяется в отдельных системах диспетчеры переключения процессов операционных систем повышенных классов и так далее есть области где это применяется постепенно расширяется там профессор Карпов рассказывал про скачок который произошел в области логичекинга действительно такое произошло в средних 90-х в текущее время и уже много где используется такой раскачок прошел и например в области дегустивной верификации встречи от про смс-решателей которые позволяют теперь позволяют решать задачи которые еще 5-6 лет назад оказалось вообще невозможно решить вот только какие-то проломки подобные системы если вы это делали а сейчас тоже работает потом подождем лет 10 и и у вас наберут что это будет завтра не будет по вопросу технологически да то есть насколько эти примеры применения насколько они уникальны даже до рассудения до рассудения технологии могу сказать следующее например задача где важна сверхнадежность например в авиации например во франции на заводах аэрбасов а вот у них методы формальной верификации на всем цикле есть организация инвия которая неправительственная организация финансирует в этих источниках они много результатов получили и которые используются в таких вещах как военные системы как авиасистемы и другие системы высоконадежные но это все равно пока это и процент если где-то используется но это доли процентов то есть то есть то есть то есть то есть как по заставить типах заявок огромное количество разных режимов огромное количество вариантов состояния торговой системы инструментов не знаю права клиента и так далее и т.д. и т.п. команда одна ограниченная огромное количество параметров можно както попробовать компонтировано подготовить наборы трудных генериров ну это конечно нужно подготовить наборы терзетов данных lls очень легко сложнее подготовить часть которые будут определить то что что вы Gladi нуж oppress там А в особо автоматически пенелит они руками, там могут быть тысячи кейс, там, миллионы кейс. Да, но задача проверки, создания проверки, она существенно сложнее, чем задача создания входного потомка. Как бы у вас есть, у вас есть слово, как поставить, как перебрать все варианты отбирал, это поставить, да, и комбинацию тоже поставить, и как это будет. Сложная вещь, как написать, как предал, можно написать свой мачинежен, либо модель. Нет, ну, кстати, гидрить вообще все сочетания, это тоже слишком туманно. Нет, ну, мы в этом ключе, что у вас теста просто не открывай, да, посидим. Надо их приоритетировать, надо комбинаторные подводы, но мы не работаем. Вот, Борис Васильевич Морзов создал использовать статистические методы, портить Московскую биржу в нескольких местах, одновременно, и смотреть, сколько нагенерированных церквей знает, нужно удалить из набора, если ваши генераторы не успевают его прогнать. Или генераторов по племенированию церквей. Нет, ну, подходов-то много. Да, подходов действительно много. Огромное спасибо, что подискутировали с нами. Еще раз, мне бы хотелось бы вы узнаете дециденту, который так хорошо высказать по поводу многих работ. Это было очень... Хорошо, это минус два? Да. Хорошо, это по-разному. Такая хорошая идея, что там церквей это написали? Не знаю, вчера Лёш Ермолаев подходил, а теперь... Я тебя стал на путь истинный. Не хотят, серьезно говорить, что он был недовольный. Я не знаю. Затем было, наверное, написано на церковь мошенник. Помимо идеи, все-таки ее представление. Да, завтра у нас будет круглый стол в отношении того, как писать правильную статью. И он ведет Владимир Леонидов. А, ну и сегодня у нас день церквей закончен. Ну, да, спасибо большое. Спасибо.